Больше всего восьмилетняя Лиза любит диснеевские мультфильмы «Белоснежка», «Золушка», «Рапунцель». Говорит, что смотрит их, потому что там есть красивые принцессы. Она сама уже несколько лет пытается научиться рисовать таких же красивых. Затем и пришла на художественный урок. Их рисуют с фантазией, ну, и придумают что-то интересное. Делают все сказочное. Мультипликационный мастер-класс проводится в рамках всероссийской акции «Мультэкспедиция». Организаторы проекта задумали создать единый мультфильм, кадры которому нарисуют дети из 15 городов. Среди них Москва, Сочи, Грозный, Екатеринбург и Самара. Участие в мультэкспедиции принимает и четыре ребенка из Кемерово. Детская мультипликация, конечно же, отличается от взрослой мультипликации. Это совсем другое направление. И что самое удивительное, дети любят смотреть мультфильмы детей. То есть у нас в студии много ребятишек делают мультфильмов. У нас уже более 50 мультиков создано. И очень такой хороший отклик у детей получается на творчество друзей. В мультфильме о волшебных приключениях фокусника и белого кролика кузбасские художники рисовали самое начало – завязку действия. Во время того, как фокусник выступает в цирке, его друг кролик неожиданно исчезает. Что будет дальше, никто не знает. Сюжет фильма организаторы держат в секрете. Уникальность проекта в том, что дети сами участвовали в создании технического процесса. Это и сценарий, и режиссура, и озвучивание, и съемки. И итог данной работы – это 10-минутный мультипликационный фильм. Сейчас он находится в стадии завершения, но посмотреть мы его сможем. Вся Россия в конце ноября. 10-минутный мультфильм можно будет посмотреть уже совсем скоро на сайте мультраша.ру. А всех кемеровских школьников Кузбасс кино в рамках мультэкспедиции приглашает 8, 9 и 10 ноября. Они смогут отсмотреть 100 лучших работ отечественных аниматоров, причем совершенно бесплатно. Андрей Шавнев, Евгения Дугаева, Константин Червяков. Новости моего города. Новости моего города.